Брестский академический театр драмы. Это одна из визитных карточек нашего города. Сейчас август и вся театральная труппа находится на заслуженных каникулах. Однако мы пришли сегодня сюда, чтобы познакомиться с новым генеральным директором и узнать о планах на будущее. Приятное внешнее в общении Анна Синковец первых минут располагает к себе. Она всегда была поклонницей театрального искусства, ходила на премьеры, с удовольствием посещала спектакли и следила за фестивалем Белая Вежа. Но никогда не думала, что однажды ей самой придется возглавить Брестский академический театр драмы. Несмотря на молодость, она знает, что значит управлять коллективом свыше ста человек. Да и сама сфера культуры ей близка и знакома. Свою деятельность в сфере культуры я начала в 2014 году методистом районного методического центра Драгичинского райисполкома. В дальнейшем я работала директором клубной системы. Штатная численность которой составляла 180 человек. В 2018 году мне предложили работу в Бресте в Доме культуры железнодорожников. Так как у меня жилье было в Бресте свое, я согласилась и с удовольствием переехала. Я единственная в семье, которая выбрала дорогу в искусство. В составе труппы Брестского академического театра драмы 34 актера. А в репертуаре множество спектаклей, каждый из которых только за первое полугодие более десяти раз прошел на театральных подмостках. Все сначала «Олеся», «Осенняя история», «Маленький принц» и другие постановки полюбились брещанам. В восторге от талантливого коллектива и новые руководители. Но директор театра – это прежде всего управленец, думающий о прибыли, о материальной составляющей. Пандемию в театре никто не отменял. Необходимость соблюдать санитарные нормы ограничила покупательскую способность, хотя зрительский спрос в разы превышал предложение. У нас было ограничение, только 50% мы могли продать от заполняемости зала билетов. Но у людей был спрос, люди хотели приходить на спектакли. За 2021 год, за первое полугодие, наш театр посетило более 20 тысяч зрителей. Было поставлено 213 спектаклей, что я считаю, это довольно хороший показатель. Люди соскучились по культурной жизни, по театральному искусству и рады, хотят, с желанием приходят насладиться нашим спектаклем. А потому забота о комфорте и безопасности зрителей для Анны Владимировны и сегодня на первом месте. Закуплены бактерицидные рециркуляторы воздуха, чтобы наши зрители себя ощущали в безопасности, чтобы максимально снизить риск заболеваемости. Также будет соблюдаться масочный режим и дезинфицирующие средства будут размещены везде, чтобы люди могли обрабатывать руки и себя чувствовать в безопасности. Что же ждёт поклонников театрального искусства в новом сезоне? Ведь у здания театра уже размещены афиши международного фестиваля «Белая вежа», где будут презентованы 22 спектакля от 22 театральных коллективов. Да и сам Брестский академический театр драмы в новом сезоне порадует новыми премьерами. Мы с нетерпением ждём сентября месяца, открытие нашего театрального сезона, а также у нас состоится международный театральный фестиваль «Белая вежа». Это 25-й по счёту театральный фестиваль. В этом году у нас принимают участие Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Грузия и Россия. Уже мы наблюдаем большой зрительский спрос, на некоторые спектакли уже раскуплены билеты, афиша размещена. В новом сезоне мы хотим порадовать наших зрителей и жителей города новыми премьерами. Отчаянные тётки, дорогая Елена Сергеевна, День Благодарения, дорогие зрители, следите за афишей, приходите, будем рады вам.